здравствуйте друзья у меня в офисе галина это наша выпускница она пришла резюме обновить и я пользуюсь случаем хочу спросить галину которая была учителем начальной школы до некоторое время как вот в америке становится учителями что нужно сделать чтобы стать учителем здравствуйте есть несколько способов нормальные типа это вы идете в школу там получаете креденшал школа что университет ну да но это не дипломный а просто на вот этот сертификат там классы семинары и в это время проходите практику называется студент течень работаете в классе каком-то у вас есть учитель который вам помогает и вы несколько дней дней должны сами учить но надо иметь предварительно какое-то высшее образование да надо чтобы было бакалавр в любой области да в любой если на младшую школу если на какой-то если middle school и старшая школа тогда надо или пройти экзамен по как это по subject matter да по предмету или надо чтобы было уже бакалавр в этом ну в этой области да потом после того как примерно обычно кажется год вот эта практика а после этого надо пройти такой экзамен но он не не то чтобы там один день заполнять а надо сделать видео как вы учите потом тысячу страниц написать про то что вы учили как вы по это подумали как вы там то есть не так просто на самом деле ну да но это там если вы в хорошей школе там все ну помогает вам это пройти там поставлено поток да галочка а вот учитель сколько зарабатывает ой немного калифорния ну сколько значит я учила в окленде и там меньше но самая маленькая зарплата ну в окрестности и там начальная зарплата кажется было 38 тысяч это очень мало но бенефиты хорошие бенефиты отличные да когда я закончила я получала 45 это через там три года да ну то есть растет все таки да но значит там растет смотря на как в какой школе если публичная школа тогда она растет потом сколько лет какое образование там если вы получаете если вы берете какие-то классы тогда она растет по шкале а если в чартер школе это типа она публичная но не совсем да чартер тогда они сами там выбирают как они хотят там часто если дети хорошо на экзаменах какие-то бонус ну хорошо давайте про публич паблик скол значит человек который там скажем 20 лет проработал 30 лет проработал сколько получают это может быть 75 смотря на какой дистрикт в каком хорошо в каком возрасте учитель может уйти на пенсию не дошло до этого но они раньше уходят чем 65 67 как всех мы ну если уходят на пенсию тогда да примерно так же но многие уходят не на пенсию просто уходят а вот текучка большая то есть уходят люди да очень ну это смотря в каком районе но там где я учил очень большая там 70 процентов заняться ну за первые там пять лет уходит тяжелая работа там где работал да очень тяжелые дети сложные или что там да у детей много проблем они ну там семей там неблагополучные дети семей неблагополучные семьи просто районы и но дети в школе не 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 хулиганят так чтобы там они не ходят с ножом там этом нет драк или или есть есть да ну с ножом в младшей школе нет но драки есть дети там стульями бросаются да это не это не нормально но я работала в такой школе так что есть есть очень в окленде это было в окленде так должны были бы больше платить такой школе то теоретически да но реально нет хорошо а если бы эта школа была не в окленде а допустим в палаута платили бы платили бы больше платили бы больше но не настолько больше как ожидалось бы я понял потому что многие жизнь дороже да жизнь дороже и но платят все равно в общем учителям не очень хорошо вот ребята спрашивают у нас и вот говорит учитель это престижная профессия или как они говорят статусная профессия да ну так хорошо давайте я вас так скажу вот для девочки вот для девочки когда знакомишься с молодыми людьми вот хорошо быть учителем или так смотрят на тебя как то нет хорошо когда я говорила что я учитель я хорошо себя чувствовала а как тестер как тестер тоже да очень много людей спрашивают а что это значит я объясняю о это интересно так что я и хорошо так чувствую но когда я была учительом я чувствовала знаете галина у нас уже год почти проработала тестерами так вот с практики на практику и взяли она там так и осталось как вообще вот тестером после школы то после после преподавания ой так хорошо я люди говорят ой это же тут столько стресса и говорю тут вообще нету стресса вы о чем а я прихожу на работу я хорошо работаю так спокойно если мне нужно пойти там в туалет я иду в туалет и все нормально мне надо там 30 детей ну да да я себе представляю а как же учитель в туалет то ходит ну если очень уж надо прямо сейчас вы знаете в офис кто-то приходит но обычно на перерывах я понял не то что там в подгузниках ходят да так что я ухожу я иду домой и не переживаю ну про работу даже если у меня там по мобилке там пишут и прочее все равно это так легко это не звонить каким-то это не звонить родителям объяснять что дети натворили сегодня значит Галина у нас приехала в Америку в 4 года вот друзья вы видите что бывает с детьми которых привезли в 4 года как они говорят по-русски Галочка а скажите нам что-нибудь по-английски чтобы они могли сравнить вот например что-нибудь just couple of words about your typical business day at work in software testing ага so I was working at a company called Bitcasa and we did cloud storage so a typical day was depending on the part of the cycle in the 3-week cycle either looking at PRDs and looking at requirements and planning testing or actually doing the testing manually and also digging in databases and stuff like that хорошо молодцом спасибо а такой последний вопрос вот я понимаю что люди которые со стороны на нас смотрят может быть с вами тоже это было они думают а как же так такие простые вещи учат и и что вот с этого можно работу найти это такие типа простые вещи но если вы приходите на работу и вы их не знаете это ну это не выглядит хорошо если когда вы уже знаете понимаете есть какой-то ну experience такой в этих проектах то да реально можно найти работу особенно через ну вот эти связи которые через школу там я пошла на практику и меня сразу взяли оттуда и так что это очень хороший ну способ начать работу пока будет experience у меня тетя ж как раз она искала работу год в Мэриленде не нашла приехала сюда прошла через вот эту программу сделала интерншип и а нет она даже ну я не помню она кажется просто нашла работу и как раз в Мэриленде нашла нет здесь так она осталась тетя тут да а я пытаюсь сообразить кто же ваша тетя Галина Тимонина ой да у вас шикарная тетя да это правда я вам скажу ваша тетя брала у нас класс в онлайне когда она еще в Керчи жила да специально брала под отъезд да надо сказать что Галине было под полтинничек тогда то есть это не то что там совсем уж молоденькая девочка была вот но она потрясающая совершенно у вас тетя потрясающая да и еще сестра двоюродная ее дочь тоже да работает в QA прошла программу да и дочь да я понял вот вы из этой семьи да ну что же конечно и девочка у нее шикарная потрясающая вы дружите? да ну отлично тогда передавайте им привет хорошо спасибо все счастливо они у нас обе снимались кстати на нашем канале да ладно давайте сделаем ребятам пока и до новых встреч